Доброго времени суток, с вами Сергей Чураков. Я получил недавно письмо, которое у меня вызвало подозрение. Вот оно, это письмо, Apple Support. Это первое подозрение, у меня нет аккаунта у компании Apple. Дальше, когда наводим на это письмо, открывается такая менюшка, и здесь есть информация, что письмо пришло с почты newsappssobaka.tribun.com Значит, у компании Apple нет такого домена tribun.com То есть, второе подозрение. Дальше, открываю это письмо. Когда я проверял, не было вот этого красного текста, предупреждения. Сейчас уже Google понял, что это мошенническое письмо, и выставил такое предупреждение для всех. То есть, подобные письма использовали к хищению личной информации и так далее. Дальше, следующее подозрение. Нажимаю перевести. Обновите ваш счет, когда вы будете готовы. То есть, идет призыв к действию, чтобы вы что-то там сделали. Дальше. Мы подозреваем, что кто-то пытается использовать вашу учетную запись. Когда вы будете готовы, нажмите на ссылку ниже, чтобы обновить информацию об учетной записи. Для вашей безопасности ваш аккаунт был временно заблокирован. То есть, мой аккаунт, которого еще не существует, он уже заблокирован. Супер. Дальше. Кликните здесь. Здесь, причем написано, просто кликните здесь, а не такая длинная ссылочка, как при официальной, когда идет официальная информация. То есть, здесь что-то зашифровано. И дальше. Какой-то там ID номер. Эта ссылка стекает после 24 часов. То есть, надо именно сейчас срочно кликнуть и все, больше никогда. Иначе вы там чего-то лишитесь. Теперь дальше. Кликать на эту ссылочку категорически не стоит. Из-за вашей же безопасности. Поэтому. Я навожу на эту ссылочку. Теперь правой клавишей кликаю и нажимаю копировать адрес ссылки. Начинаем расследование. То есть, ссылку я скопировал. Дальше. Для экспериментов у меня стоит операционная система на виртуальной машине. То есть, вот она у меня виртуалка. И я открою, уже открыл операционную систему Ubuntu Studio. Версия, ну, одна из версий Linux. Почему Linux? Потому что на Linux нет вируса. И те вирусы, которые написаны под Windows, они не работают в Linux. Дальше. Вот. Браузер Mozilla. И вставляю сюда эту ссылочку. Теперь обратите внимание. Обратите внимание. То есть, открылась якобы iTunes. Но на самом деле это не iTunes. Это подставной сайт. У компании Apple вот это кликабельное. Дальше. Вот это кликабельное. Вот это кликабельное. Они, пожалуйста, видите, запомните это поле. Они специально предлагают, видите, Apple ID. И вам же в письме прислали вот ваш ID номер. То есть, вставьте этот номер. И будет вам счастье. Ни в коем случае не вставляйте. SiganUp опять вас призывают к действию. Пожалуйста, запомните это поле. То есть, еще один способ проверить то, что этот сайт уже мошеннический. Дальше. Проверяем домен. Обратите внимание. Там написано. Домен travel.tudo.dbom.trweb.com.br Это явно уже не компания Apple. Копирую это доменное имя. То есть, до косой черты получается. Дальше. Запускаю терминал. Набираю такую команду voice. То есть, проверить voice. То есть, владельца домена, на кого же зарегистрирован. И обратите внимание, что мне выдает терминал. То есть, domain. Там туда. ebom-web.com.br Вау, лопис. В общем, нет данных по регистрации. Вообще никаких. Потому что обычно есть какие-то данные. Вот, к примеру. Я наберу сейчас, допустим, свое доменное имя. Допустим, вот так. megamoney.biz И должно быть вот так. То есть, вот сколько много информации. То есть, вот домен megamoney.biz И имя так. ID такое-то. Вот, Сергей Чураков. То есть, все открыто. То есть, вот так проверяется. Это один из способов проверить voice. В этом же случае ничего нельзя проверить. То есть, это явно подстава. Поэтому. Что я вам говорю сразу. Если вы получаете такие письма с явными подозрениями, даже если у вас еще нет предупреждения, не кликайте на все, что вам предлагается. Внимательно смотрите, от кого вы получаете письма. От. На название домена. То есть, если вы регистрировались на таком-то домене, внимательно считайте прям по буквам. И никогда не кликайте на все, что вам тут прислали. Спустя час, спустя час, эта же ссылочка в этом же письме, вот она, эта ссылочка, она уже не кликабельная. То есть, Google ее уже убрал. То есть, о чем я хочу сказать. Я сегодня опередил сотрудников Google, ну, примерно на три часа. Потому что данное письмо я получил, ну, уже четыре часа прошло. То есть, когда они все-таки подхватились и сообразили, то что это явное мошенническое письмо, там, хакерство, и кто их знает, что они там прислали. Так что, Google может отдыхать. Взять меня на работу. Если предупредил, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok